Ребят, я рад, что Российская команда выиграла. Это просто жаль, друзья. Я такой непогоды не видел уже сто лет в Москве. Комна России выигрывает у обладателя мирового сутка. Всем привет, это видеоблог на sandak.ru. Сегодня мы идем на крутейший стритбольный турнир в России под названием Moscow Open. Сейчас я иду по мосту в парк Горького. Это прекрасное место, где гуляют миллионы москвичей. И на самом проходном месте будет проходить Moscow Open, куда приедут сильнейшие команды мира. Вот она, прямо на берегу Москвы реки расположилась площадка Moscow Open. Ну вот, мы зашли на территорию. Я вижу, что здесь порядка, я не знаю, смотрите, сколько здесь колец. Одного зрителя. Порядка одного зрителя. Но здесь, я не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь порядка двадцати колец баскетбольных стоят. Здесь будет стритбол проходить прямо на набережной. Вот это Сергей Грунинг, главный организатор. Сейчас посмотрим, что здесь рассказывает. Ой, ё-моё, я матом рукается. Привет. Привет. Ну, что здесь происходит, покажи. Только начали. Квалификация началась, первый денёк. Вот, два года благоволит, самое главное. Проходите, смотрите. Спасибо. И оцениваться. Спасибо. Ну что, здесь такая зона чил-аута. Люди уже лежат. Йоу Пауэр называется. Здесь, видимо, для девчонок такая отдельная зона. Кстати, это прикольная идея. Я так понимаю, здесь будет выступать диджея. Напротив, тоже типа одного конкурсного корта или корта для второстепенных матчей. Может быть, для женского Moscow Open. Такой интересный конкурс с попаданиями в кольца. Ну что, за моей спиной происходит матч квалификации. Сейчас будут играть две наши команды. Поболеем. Соответственно, сейчас решается, кто выйдет в основную сетку. Будет бороться за плей-офф, за победу. И все команды, желающие, поместились в основную сетку турнира. Второй забивает. Выходит на точный трёхочковый бросок. Забивает! Ну что, вот овертайм. Вот это да! Вот это встреча! На победу! Да! Выигрывает, выигрывает команда из Загреба. Ну что, первый же матч, который мы посмотрели. Овертайм и сумасшедшая победа. И сейчас выходят наши московские команды. Которые будут выяснять между собой, кто же попадёт в квалификацию. Всё! Вселенной забивает спрей, но, к сожалению, мета ничего не меняет. Двадцать девятнадцать. Время мощи и стекло. В этом со мной Душан Булут. Один из самых лучших игроков в мире. Роби Сад. Пожалуйста, расскажите мне о этом турнире. Как вы любите организацию? И что вы думаете о вашей команде? И о победе победы в Москве? Окей. Это один из лучших турниров в мире. Немного времени. И это наш любимый турнир. Мы приехали здесь в 2013 году. И это всегда была очень тяжелая победа в Европе. Как каждый турнир, я пытаюсь победить противникам. Это был первый. Организация очень хорошая. Люди очень хорошие. Они знают игру очень хорошо. И это просто невероятное ощущение быть частью Москвы. Что вы думаете о московской области в Москве? Автопатии? Автопатии. Автопатии. Да, Воскоп – это один из лучших ночных жизней всего мира. Поэтому, знаете, всегда есть с удовольствием. Мы всегда хотим добиться на хороший партии в Абдунаме. Окей, спасибо! Спасибо! Ну что, Питер против сербов? 20-20! Владеет мячом, теряет мяч Шандашвили. На победу! Второй раз подряд! Эта команда выигрывает в овертайме с уважающим трехочковым броском. И что, у нас дикий дождь идет, площадка становится скользкой. Из-за такой моросящей водяной пыли. Хотя она находится под крышей, но на самом деле заливает очень сильно. Это просто жесть, друзья. Я такой непогоды не видел уже сто лет в Москве. Ну что, Корт не пережил эту непогоду. К сожалению, турнир на сегодня в этом месте отменили и перенесли все матчи в территории мяча. Так что где-то через полтора часа начнется продолжение турнира. Мы пока можем прогуляться по парку Горького, потому что все-таки дождь прекратился. Просто Корт очень скользкий. Переезжаемся на паркет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаю, что большая запара. Что случилось? Что вообще? Что происходит? Расскажи. Ребят, все очень просто. Говорят, что у погоды нет плохой погоды. До свидания, она бывает. Из насильного ветра и дождя никакая крыша, никакие конструкции не спасет. Спасет только зал. И еще там того, что большая травмоопасность. Команду приняли впечатление, что хотят продолжать игру в зале. Пришлось быстро переиграть ситуацию. Сделали это оперативно. Спасибо территории мяча за теплый прием. Но, к сожалению, как и есть. Есть условия фибла, что если команда не готова играть из-за условий, просто скользкая и получится травма, то нужно переносить. Для игроков еще круче на паркете играть. Я думаю, будет еще более крутой уровень баскетт. Зрители, спасибо тем, кто приехали. Извините, тем, кто хотели приехать туда, не приехали сюда. Увидимся там. Ну что, здесь наши пацаны из Питера играют за выход. Основную сетку турнира против Загреба. На главном корте идет битва. Просто настоящая битва между Питером и Москвой. На Нома, который для меня являлся фаворитом этой пары. Проигрывает два очка. Остаются последние секунды игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никита, расскажи вообще свои ощущения после игры. Что ты, как ты, почему треха? Потому что он у меня не держит. Я разорвал дистанцию, все, нет руки. Свободно, что никто не знает. На этом корте сборная России до 23 лет играет против чемпионов мировой серии, чемпионов мира команды Новый Сад, Сербия. А на противоположном корте, прямо здесь, уже сборная России по стритболу играет против еще одного чемпиона мировой серии, команда Земун, Сербия. Оioio! Ой, спасибо! Симон, Сербия, победил математом мира. Как вы думаете, что вы повторяете это в этом году? В Сербии у нас очень сильные команды. Как вы думаете, что ваша лучшая противник в Сербии? Нови Сад? Да, точно. Нови Сад Потому что в последнее время вы победили в последний шаг только в последний секунду. В каждом шаге между нашим шагом и Нови Сад имеют один балл. Мы увидим. Мы победили в последний раз три раза против Нови Сад. У вас есть победы в этом году? Нет, нет. Мы не играли в любом турнире вместе. Может быть, в этом турнире вы играете с ним. Хорошо, удачи! Наша команда очень достойно смотрелась против Нового Сада. Но! Обращу внимание на такую фишку. За 10 секунд до конца Новый Сад уже практически выиграв матч свалили для того, чтобы получить возможность забить бросок, довести до 22 очков. Потому что при закрутке в групповом этапе это очень важно. И они забили треху и забили 22 очка. То есть в следующем, если они, например, проиграют, они будут в роли фаворитов при тройной закрутке. И что, а здесь завершается матч между чемпионом мировой серии, чем он мастер Сербия и российской командой сборной России по баскетболу, по стритболу и 5 секунд до нашей победы. Это очень круто! Александров забивает мяч, 20 очков, и сборная России выигрывает у обладателя мирового кубка. Прямо здесь Россия играет против США. Очень принципиальный матч, по крайней мере, для нас. США команда Принстон выиграли уже новый сад в Китае. Чемпионы турнира. Очень серьезная банда. Интересно, вы понимаете, что они себя представляют. Время, день, 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 день! Заббиваем, забиваем! Еще у меня были уверены, что Россия проиграет в самой концовке. Наша команда Инанома сейчас бьется за место в плей-офф, в первой позиции в группе. Бьется статус за недвижимость до конца. Команда «Зимон» после жесткого поражения от сборной России навязала такой уровень сопротивления к Принстону, что сейчас просто блокшот, и во время блокшота человек выпал из своих кроссовок. Вот так вот. И сейчас они забили еще одну треху. И 14-16 проигрывают они пока Принстону. Но все впереди, еще играть минуту 30. Ну что, завершаются групповые матчи первого дня. Я скажу так, что в принципе новости для нас достаточно хорошие. Три команды из четырех прошли плей-офф, все три прошли со второго места. Это команда «Инанола», сборная Россия за 23 лет и сборная России. Завтра они все будут играть с более, может быть, сильными соперниками, но по крайней мере те, которые вышли с первого места. Завтра будет просто огонь. Приходите все. Паркорьково. Занимайте весна на трибунах, иначе их будет очень мало. Привет, ребята. Паркорьково. 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 Что ты можешь сказать о твоих опы, и что ты можешь сказать о игре? О всех игре? О игре очень хорошо. Я думал, что у нас были очень тяжелые полиции. Это должно быть более тяжелые полиции. Что ты можешь сказать о сильных сторонах твоей команды? Да, я думаю, мы можем играть, мы можем, мы pass well, everyone's unselfish, no one's a ball hog, we distribute the ball very well, and, I mean, that's our strength, and that's always going to be our strength. Do you have professional players in your team? О, we all have normal jobs. We were working this morning on the computers with bad Wi-Fi in the hotel. We were trying to do work so that we can keep our other jobs, but no, we don't have any professionals. We all used to play professional basketball, but no one plays now. You were playing in NCAA, high school. Yeah, yeah. What level? Yeah, yeah, well, we played, we used to. We used to retire from 5 on 5. You know, I played in Poland last year. Craig Moore played in Romania. He played in Holland. Damon Huffman played in the Netherlands. He played in Belgium. Dan played in Italy and Greece for top clubs. Yeah, we used to play, but that was a long time ago. Do you think that 3 on 3 can be your next job, and you can play in Olympics, maybe, in USA team? What do you think about this? I mean, that's the goal. That's what we want to do. I mean, that's why we come, you know, fly from New York to China, stay a week, go to Moscow. We have to go to South Korea. I mean, we're doing everything we can to make the Olympics. That's the dream. Do you think that players from NBA maybe can't play 3 on 3? Or they can't because it is amateur sport right now, and the professional players cannot play now on 3 on 3 tournaments? Yeah, I mean, that's not up to us to decide. I mean, we think that our team, especially in the USA, is dedicating a lot of time, a lot of energy to making sure that our country has a chance to make the Olympics. So, I mean, maybe FIBA changes the rules. That's up to them to give those guys a chance to, you know, come in and play. But right now, we're the ones who are concerned about building the sport and making it popular in the USA, making it popular everywhere. I mean, here in Russia, it looks like popular. There are so many top Russian players, and we don't have the same infrastructure in the USA. So we're dedicated. We want 3 on 3 to be as big as 5 on 5, but we don't know. You know, we're doing our best, but this is all we can do. Come out and win games, have fun, and it's a good camaraderie for all the countries. Okay, thank you very much. Good luck. No problem. Yeah, thank you.